Легкие воздушные десерты, полезные салаты, холодные закуски, питательные супы и вторые блюда. Уже второй год ребята с ограниченными возможностями здоровья познают тайны кулинарии под руководством шеф-повара Татьяны Расторгуевой. Ее подопечные научились готовить не только привычную для русского человека еду. Теперь они могут порадовать своих домашних и изысканными французскими или итальянскими блюдами. Работать совершенно не тяжело, интересно, увлекательно. Ребята все очень классные. Мы подружились и всегда рады видеть друг друга. За год существования инклюзивная кухня настолько хорошо себя показала, что этот проект решили представить на конкурс грантов «Драйверы роста» в Нижегородской области и выиграли его. Целей у инклюзивной кухни несколько. Во-первых, популяризировать правильное питание среди молодежи с ограниченными возможностями. Ребята учились готовить практически без использования сахара и соли, правильно сочетать продукты. Во-вторых, молодые люди овладели необходимыми социально-бодовыми навыками. В планах организаторов в дальнейшем адаптировать этот проект и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нам уже подходили родители и просили вот этот проект адаптировать еще и для детей. Для детей с особенностями развития, чтобы они тоже научились как-то реализовывать себя в домашних условиях. Потому что развивать социально-бодовые навыки достаточно сложно. И очень часто родители постараются вроде бы помочь ребенку или помочь молодому человеку. Но на самом деле они начинают все делать за него. И в итоге растает молодежь, которая, к сожалению, ничего не умеет делать по дому. А это просто необходимо. Финальной точкой проекта стал своего рода экзамен. Участники инклюзивной кухни приготовили ароматный плов с восточными пряностями и нежный творожный мусс с вишней. Своими кулинарными шедеврами они угостили родных и близких, которые пришли на дегустацию. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24.